Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Мы сегодня с вами продолжаем серии, посвященном выращиванию цитрусов. Ну и заодно уж комнатную экзотику тоже сегодня упомянем. А говорить мы с вами будем на такую тему, как утепление подоконника зимой. Почему оно нужно, для чего оно нужно, какие будут плюсы, минусы, все сейчас расскажу. Итак, по большому счету сейчас, конечно, существуют такие технологии, что ставим мы пластиковые окна, пятикамерные пакеты, и вроде бы казалось, что все хорошо. Но в любом случае, какие не были бы современные окна, какие бы не были они теплоизолирующие, в любом случае, если вы положите руку на подоконник, это все элементарно проверяется, то в комнате она у вас практически, ну, комнатную температуру чувствует, но как только вы на подоконник положите руку, вы почувствуете холод. Причем холод этот четко будет сходить или стекать с окошка. Естественно, когда в комнате тепло, сухо даже от систем отопления, а область корней как раз у нас находится на подоконнике, там холодно, то для цитрусовых и для всей комнатной экзотики это большой минус. Конечно же, минусов хватает, и про это мы говорили с вами в прошлом ролике. Если кому интересно, ссылочку оставлю внизу в описании, также она появилась вверху в виде подсказок. Ну и все ролики по комнатной экзотике и по цитрусовым можно найти в соответствующих плейлистах. Тем не менее, в двух словах, конечно же, скажу. Да, цитрусовым желательно устраивать холодную зимовку. То есть прохладную, не холодную, а прохладную зимовку, когда температура где-то в районе 15-18 градусов, но при такой температуре самим жить в этом помещении не получится. Это очень холодно для человека, это некомфортно. При холодной зимовке множество проблем решается, и все замечательно. У нас цитрусовым не хватает света, но при такой холодной зимовке он ими не требуется. Но в обычных комнатных условиях такие создать климатические показатели практически невозможно. В комнатных условиях у нас температура 22, у кого 25, у кого может быть еще и больше. Кому нравится более теплый, скажем так, климат, каждый поддерживает все-таки в первую очередь комфортную для себя температуру. Так вот эта комфортная для нас температура вовсе получается некомфортная для цитруса. И самое-то плохое, что голова у них, листовой аппарат в жаре, в сухости, которая нам устраивает систему утопления, а корневая система находится на самом деле в очень холодных условиях. Температура, если вы возьмете и измерите, просто элементарно положите в край подоконника, к самому окошечку, к самому стеклу положите градусник, и буквально вы тут же узнаете, какая у вас по крайней мере днем температура. Оставьте на ночь, она будет еще ниже. То есть этот показатель будет гораздо меньше. При таких температурах нормально, скажем так, даже зимовать не цитрусовый, не комнатная экзотика не может. Что же делать? Хотя бы чтобы снизить действие вот этих вот минусовых температур на корневую систему, конечно, лучше каждый горшок обмотать вот такой вот теплоизоляцией. Причем тут лучше брать тоже, которая с фольгой, она хотя бы еще и свет нам будет отражать, тоже поможет немножко цитрусовым. Тоже интересная штука. Это все очень муторно. Весь горшок закрыт теплоизоляцией. Все растения закрыты теплоизоляцией. Конечно, это был бы очень хороший вариант, но тут тоже есть ряд недостатков. И уход сразу же всем этим обременяется. И даже когда-то, допустим, там нужно душу строить, нашей комнатной экзотикой, все это создает определенные проблемы. Но хотя бы вот такой вот лист, купить это не так дорого получается, и постелить на подоконник, ну вот никакой проблемы нет. А жизнь ваших цитрусовых и комнатной экзотики, поверьте, в холодное время года значительно улучшится. Значительно меньше будет вероятность того, что будет подмерзание к огневой системе, ее гни, ее иссыхание. Причем вы будете ее поливать, она будет сохнуть. Отсюда и подсыхание краешков листвы. То есть, понимаете, тут запускается целый ряд событий, которые можно воспринять вовсе не так. На самом деле причина всему этому лишь только холодный подоконник. Конечно, эту систему можно улучшать до бесконечности. На самом деле можно сделать подставку деревянную, чтобы холодный воздух под ней стекал, а сверху у вас была теплоизоляция. Кстати, еще сразу же тоже скажу, когда у меня давно еще цитрусовые были маленькие, я пытался сделать зону холодной зимовки. То есть, здесь натягивал пленку, и у меня вроде как бы и корневая система в прохладном состоянии, и листовой аппарат. Но когда листовой аппарат уже практически выходит за все пределы, то есть, натягивать пленку на все окно, это уже нереально. Но вот даже те принципы, которые я вам скажу, уже значительно сократят негативное влияние, скажем так, холодной температуры на корневую систему. Даже это уже улучшит зимовку. Так вот, сейчас мы всю нашу комнатную экзотику уберем, заодно и устроим душ. А пока будет подоконник пустой, его можно помыть, ну и положить, конечно, теплоизоляцию. Теплоизоляция обычная, простая, то есть, чем толще она, тем лучше, сразу же скажу. Но даже маленькая, 3-х миллиметровая, уже даст какой-то положительный эффект. И, конечно же, не только для цитрусовых утепления подоконника нужно, также для бананов. Он у нас уже завязался плодик на ананасе очередной. Дозревает гранаты. Всем растениям, конечно, нужно создать более комфортные условия. Пусть будет прохладно, но не так сильно. Корневая система все-таки не должна подмерзать. А 12-8 градусов для корневой системы это очень плохо. Любых растений, всей комнатной экзотики. Будь то бананы, будь то гранаты, будь то ананасы. Заодно, конечно, пока у вас свободное окошко, его можно помыть. А вот цитрусовые комнатную экзотику, можно устроить им душик. Кстати, такую процедуру желательно делать раз в месяц. И заодно у нас будет освежение всех листьев и полив. Но это при условии, если у вас из крана идет, конечно, хорошая фильтрованная вода. Если у вас такой воды нет, то эта процедура, к сожалению, вам не подойдет. У нас вода чистая. Вода у нас идет из горячего крана после бойлера. То есть холодная питьевая вода. И поэтому мы частенько вот такую операцию делаем. Естественно, вода должна быть не холодная, не горячая. Но примерно такая же, как температура тела. Этот теплый душ очень благотворно будет влиять на растение в целом. Вот такая вот. Можно даже немножко теплее, чем ваша рука. Вполне такая вода, такая температура воды подойдет. И все. И опрыскиваем растение. И заодно, конечно, у нас все прольется. Мульчирующий слой на поверхности. У нас он сделан в виде мха. Можно сено, солому делать. Он тоже хорошо сейчас увлажнится. Кстати, вот мульчирующий слой не дает размывать земляной ком. Земля не просыхает основательно. У нас получается, там создается микроклимат слой. Есть очень много полезных бактерий, которые живут именно в мульчирующем слое. И под ним испарение значительно меньше. Естественно, гораздо реже поливают. После душа всю комнатную экзотику мы оставляем где-то на полчаса. Так как поливаем очень обильно, и лишняя влага должна у нас уйти. Ну, в итоге у нас получается вот такой вот рулончик. Как видите, у нас этого рулона хватает, и чтобы от окошка подоконника у нас непосредственно холодный воздух не шел. И еще вот примерно 5-7 сантиметров у нас дальше подоконника тоже, чтобы горячий воздух не обжигал листву. Не подсушивал ее, и меньше требовалось душа, попрыскивания. Все это тоже будет благоприятно сказываться на наших растениях, то здесь уже совершенно другой создается микроклимат, нежели ее вообще нет. Дополнительное освещение, защита от холода, защита от жары. То есть тут уже будет своеобразный микроклимат. И не нужно будет каждый горшок у каждого растения обматывать в отдельности. Это буквально 5-минутное занятие. А эффект от него очень даже хороший. Кстати, еще один такой положительный эффект от подложки. В процессе полива у нас на подоконнике остаются какие-то круги, желтенькие такие. Вот от всего этого подложка тоже защищает. И вся влага будет находиться на ней. Все, подложку мы уложили. Вот сразу же чувствуется ощущение, что здесь гораздо теплее. И такого жара с нижней части тоже нет. Вот такая вот нехитрая конструкция. Это, конечно же, значительно облегчит жизнь вашим цитрусовым и комнатной экзотики. Ну а те, в свою очередь, будут вас регулярно радовать вот таким вот урожаем. Итак, потратили мы всего лишь полчаса времени. Но теперь я уже спокоен. По крайней мере, корневая система у нас не будет подмерзать. Будут более комфортные условия для цитрусов и для комнатной экзотики. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok